Из-под циркового шатра слышатся звуки репетиции, а в кассе бойко продают билеты. Стало быть, воскресное представление состоится. Но вот будут ли в программе медведи, Кастерша не знает. Со вчерашним чипом в связи у вас не отменяется ничего? Представление будет? Чипа не отменяется. А медведь будет выступать тоже тот же самый? Это информация не будет, это будет только билет. Бегущая строка над кассой обещает шок в манеже. Именно его-то зрителям субботнего шоу хватило с избытком. Посреди номера гималайский медведь Степан атаковал укротительницу, а за ней и ее партнера. В региональном СК признаются, таких инцидентов орловским следователям разбирать еще не приходилось. 16 октября 2021 года в городе Орле во время циркового представления произошло нападение дрессированного циркового медведя на сотрудников цирка. В результате этого одному из сотрудников были причинены телесные повреждения. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Подробности случившегося на условиях анонимности нам сообщил руководитель цирковой труппы. Во время номера не стало лисио, медведь проявил агрессию относительно дрессировщицы. Потом, когда ее стали защищать, он переквалифицировался на дрессировщика. В общем, она оделась легкими ушибами, а у него серьезная травма руки. Даже на рекламном штендере мишка выглядит более чем внушительно. А уж в природе гималайский медведь один из самых опасных наземных хищников планеты. С таким шутки плохи. Никаких санкций против косолапого нарушителя заверили в цирке, не последовало и не предвидится. Медведи не наказали и даже не срезали паек. Однако от манежа мохнатый буян будет отставлен навсегда. Работать он не будет уже. То есть вы его отстраняете от престарования, да? Да. Ну, если может быть, если он останется у нас, будет у нас пенсионировать. Так, такое бывает. Возможно, сдадим зоопарк. Если найдем зоопарк, сейчас неохотно зоопарки принимают. Без цирковых лавров надолго останется и второй медведь, партнер того самого Степана. Номер был рассчитан на двух мишек. В этом цирке подобный инцидент случился впервые, но в целом для российской арены случай не уникальный. Только обычно распускать на манеже руки, точнее лапы, случается хищникам из семейства кошачьих. Почему взбунтовался косолапый артист? Одно предположение есть. В соседнем регионе программу с животными пришлось отменить из-за карантина. Медведи бездельничали 4 недели и, вероятно, попросту распустились. Иван Суверин, телеканал Первый областной.